В музее Ферстмана Здесь цветопередача не соответствует, но это шедевр Фаберже Естественно, самой большой коллекцией изделий из ардонита и монументальной коллекцией является Эрмитаж Где трехметровые торшеры Налимова и Кокобина украшают многие парадные лестницы, залы То есть напоминают нам о том, что был XIX век просто уникальным по части изготовления таких сверхнеобычных изделий Вот самая большая крупная ваза из ардонита, которая в 1873 году исполнилась в Вене Уникальная, ничего подобного в большем мире нет Можете себе представить размер этой вазы? 185 сантиметров в диаметре Прямо не ваза, а ванна А вот саркофаг императрицы жены Александра II в Петропавловской крепости Кто-то скажет, что здесь обычный ардонит, ничего выдающегося в нем нет Но само сооружение настолько выдающееся и такое масштабное, что тоже можно перечесть по пальцам что-либо подобное Ардонит редко образует кристаллы свободного роста, которые могут быть даже ювелирными И мало об этом кто догадывается Ну а лучше всего он, конечно, используется в ювелирно-поделочных изделиях Я не буду здесь вам перечислять твердость и другие достоинства Те, кто хоть однажды соприкасался с ардонитом, его любят и прекрасно знают В музее самоцвета вы можете увидеть подобного рода современные изделия Выполненные художником Кузнецовым, Феликсом Кузнецовым А руками мастера Шенмиря, уникального такого мастера Месторождения ардонита бывают самые разные Но главными из них являются месторождения метаморфического характера Такие, какие мы видим на Урале Ну и вот, подходя к теме минерального состава, я разбил все минералы Вообще, ардонит это полиминеральная порода И все минералы я разбил на три группы Одни я условно назвал розовыми, потому что не все там ярко-красные Другие назвал светлыми Ну там, белые, серые, ну все в основном светлые И темные минералы Ну вот, самым главным минералом, естественно, является ардонит Который в чистом виде дает ярко-красный розовый или розово-красный цвет до багрового Там же присутствует бустамид, который частенько бывает серовато-розовым А вот минерал пероксмонит, количество которого невелико, но там, где он присутствует, он будет давать ярко-красный цвет Тефраид будет придавать буро-красный цвет ардонитовой породе Гранатский сортин марганцевый тоже там участвует и дает самые разные оттенки В зависимости от своего состава, желто-розовый и даже оранжевый Ардохрозит, один из немногих минералов, которые присутствуют в рудонитовой породе И является не силикатом, а карбонатом То есть достаточно мягкий, твердость 3 И, соответственно, при том, что он достаточно яркий, он при обработке может выкрашиваться и требует аккуратного обращения с теми плитами родонита, которые вы будете обрабатывать Ну и могут еще встречаться самые разные, я их даже все не стал перечислять В частности, пьемонтит может там присутствовать Уже по названию видно, что он назван в Италии впервые Но он есть и у нас, естественно Это вот короткий перечень розовых, красных и красно-бурых минералов, составляющих ордонитовую породу Опять же напоминаю, что ордонит является главным И, естественно, в процентном отношении достигает, как правило, 60-70 и более процентов Светлые минералы, как они могут влиять на декоративность и на качество самого ордонита? Кварц нередко присутствует и, по сути дела, образует прямо смесь кварца с минералами Красными и розовыми Ну, если его много, он будет придавать заметную сероватость Ну, резко увеличивает твердость и, соответственно, образивность этого камня И посему в каких-то моментах он может придавать прочность породе И давать положительный эффект А в каких-то становится отрицательным, если его некоторый избыток Карбонат вернодид имеет серый цвет И так же, как радохрозит, будет выкрашиваться при обработке Ну, не говоря о том, что серый цвет его не самый благополучный Инезид тоже серый Тефроид, вот он перечислен был буророзовый Здесь же он может быть и белесом, и желтоватым, и розоватым, и белым И тогда я его, вот видите, заношу в эту группу Ну, и Адуляр дает белые включения в ордоните И тоже они всегда положительно действуют на декоративность Что касается темных минералов Ну, если говорить о классическом ордоните малоседельниковского месторождения То особую такую привлекательность создают дендровидные прожилки Выполненные двумя минералами Прежде всего это перолюзит и, во вторую очередь, псиломилан Ну, если перолюзит, окисл довольно плотный И хорошо держит, и полировка, и все остальное То псиломилан, к сожалению, это уже продукт распада перолюзита И поэтому, если его много, то, соответственно, такие места требуют дополнительного укрепления при обработке ордонита Ну, также могут присутствовать и в небольших количествах браунит, гаусмонит Зеленоватый эпидот Ну, и минерал иогансенит Это разновидность гиденбергита Светлого такого цвета Не светлого, зеленовато, серого такого Ну, вот главный перечень того обилия минералов, которые мы имеем В поле минеральной породе, которую мы условно называем ордонитом Ну, а сейчас я чуть-чуть продолжу Уникальные изделия из ордонита В храме покрова на крови в Петербурге Вот, относительно недавно сделанный такой уникальный киот Обрамление в иконостасе Все это современная работа из ордонита Ну, из старинных изделий Уже теперь старинных изделий Кусочек карты Знаменитой карты Которая в 1937 году была на Всемирной выставке в Париже выставлена Карта индустрии и социализма с СССР И которая получила гран-при в Париже Уникальная карта Она потом долгое время выставлялась в Эрмитаже Сейчас она находится в Снегр-музее Института в Сигеи Ну, это... Ордонит может быть пейзажным И если вы внимательно к нему присматриваетесь Обращайте всегда внимание на срезы Иногда некоторые срезы Это готовые картины Которые вряд ли стоит использовать Как более такой ординарный ордонит Ну, вот фрагменты со станции Маяковской Если вы обратите внимание Вот для вас в правой части Яркий ювелирно-поделочный ордонит И я почему обращаю внимание Потому что чуть попозже покажу изделие По сути дела Ну, оно вас своим видом порадует Я надеюсь, там даже в последних рядах это видно Вот фрагмент пейзажного ордонита Хоть здесь чахлые какие-то сосенки и прочие На фоне заката Но согласитесь, что любое изделие С таким ордонитом может вам украсить Допустим, даже визитница Или какая-нибудь табакерка, шкатулка Это будет для вас всегда приятной вещичкой Которую вы будете любить Будете нежно поглаживать То есть Маленький такой аксессуар Для личного пользования Когда я вожу студентов На экскурсию в метро Обязательно обращаю внимание На некоторые мозаичные работы Например, как на эту Которая на переходе между Станцией Комсомольская кольцевая И станцией Комсомольская радиальная Украшает небольшой вестибюль В этом месте Ну вот обращаю ваше внимание Что вот эта мозаика Все красные, красно-бурые тона Установлены Выполнены из двух камней Здесь большая часть Выполнена из Марморизованной известняка Месторождения Солиэти А вот такие складки этих знамен Дополняют Родонит Малоседельниковского месторождения Ну вот видите Студенты тут с удовольствием Тоже фотографируются Так, немножечко Что-то у меня здесь А вот современная работа На одну из выставок Гемма Которую привезли сюда С Дальнего Востока Включает в себя Дальневосточный Родонит Видите, вот здесь Листья кленовые Сверху Это знаменитый месторождение Шантароутского района Где были открыты Месторождения Родонита Но, к сожалению, сегодня Они очень труднодоступны Здесь же есть еще много Дальневосточного скарма Вот тот, кто Можете обратить внимание Вот эти вот Игольчатые Агрегаты Светлого и темного Минерала И вот эти внизу Положчатые Это Дальневосточный скарм Ну вот такая тема Если бы в Москве Была бы станция Дальневосточная Я просто считал бы Необходимым украсить ее Картины Аналогично вот этой И если такое все-таки Получится Я надеюсь на свои контакты С архитекторами Метростроя И очень хотел бы Внедрить У меня есть некоторые идеи Как сделать некоторые Станции более узнаваемыми Вот ювелирная работа Где Родонит В виде вот этих ягодок Малины Я не знаю Насколько здесь позволяет Цвет передать Такое качество Но это работа Питерского художника Геннадия Пылин Была она на одной из выставок Которые я устраивал В музее Вернадского Вот Совершенно рядовое Изделие Обычная флешечка Но если вы ее Украсите вот так Вот так делают Наши студенты Например То согласитесь Это тоже прекрасный Личный такой аксессуар Ну и заканчивая Своё небольшое сообщение Показываю вам пример Уральской вазы Из Родонита Конечно выбран здесь Малиново-красный Один из лучших Это из музея Екатеринбургского Университета Горного Ваза Которая меня Своим цветом Восхищает Ну и в заключение Хотел бы сказать Что Некоторые выводы Которые я опустил Здесь Ну а для вас Их просто перечислил Наиболее качественный Родонит Образуется Как правило В центральных частях Линзообразных тел Качество главного минерала Родонита Зависит от примесей Изоморфного кальция Входящего в состав Родонита Присутствие кальция Снижает яркость Окраски Этого самого Родонита То есть Если Родонит Будет Практически Абсолютно Без присутствия Изоморфного кальция Он будет Самым ярким Ювелирным Дендриты Окислов Марганца Могут Как повышать Декоративность Так и снижать Ее Но имеется ввиду Тех случаев Когда эти Теломеламперлюзит Вые явления Носят Характер Таких Клякс Не очень красивых Пятен И так далее Сопутствующие Другие минералы Как правило К сожалению Снижают Декоративность Если они В небольших Количествах То это Можно Перетерпеть Ну и заканчиваю Всегда Такими словами В подобных Лекциях Что не может Быть плохого Камня Родонита Если есть Талантливые Геологи Художники Технологи И мастера Всего вам доброго Болгинси Ваза С Родонитом Которую Сделали наши Мастера Вот последние Годы Буквально И она Продается Ее можно Купить 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 Купить